Это программа «Один с толком». Итоги недели снова подведем вместе. В студии юные гости толка, начинающие журналисты из Троицкого района. Из школьных медиа-центров ребята приехали посмотреть, что происходит по ту сторону экрана регионального ТВ. Но за кадром и в кадре. Они и сами начинающие мастера медиасферы. Снимают репортажи, пишут статьи, монтируют ролики. Мы пробовали разные способы читать текст и снимать, но это было крайне неудобно. А смотреть прямо на камеру и еще и читать текст – это по определенному удобно. Новостной репортаж – это синтез визуала и слова, над которым слаженно работают журналист, видеооператор и видеомонтажер. О специфике телевизионного сюжета рассказала шеф-редактор ТВ-толк Елена Макаренко. Когда журналист работает в тандеме с оператором, они должны друг друга, что называется, чувствовать, то есть понимать, о чем идет речь, в чем проблематика тема, и на эту тему уже видеть соответствующий видеоряд. О том, что журналистика во многом начинается с интереса к хронике своего края, рассказал журналист-краевед Илья Кочетков. Настоящий журналист всегда должен идти от истории, от истории человека, от истории места. Сегодня в днем в Алдайском крае температура от 2 до 7 градусов тепла. Другой формат вещания – радио. Именно отсюда на частоте 106,8 по региону разносятся новости. С искусством «Говорить за кадром» ребят познакомила главный редактор «Комсомольской правды» Ольга Ведерникова. 8.30 в Барнауле, студия. Имя свое называется. Здравствуйте. Ребята сами создают новости, берут интервью. На базе школьных медиа-центров у них есть фото и видео-студии, газеты и радио. Свои репортажи они показали известному алтайскому журналисту Сергею Монскову. Разбор полетов от метро был строгий, но он похвалил школьников. И отметил, что путь в журналистику прокладывает любознательность. Чем больше у вас интересов, чем больше у вас хобби, тем проще вам будет реализоваться на конвейере. Интерес к миру профессий СМИ со стороны подрастающего поколения увеличивается. Современные школы стараются соответствовать запросам молодежи и потому на базе своих учебных заведений открывают медиа-центры. Поддерживают эту инициативу депутат Госдумы Александр Прокопьев. Еще в 2017 году его фонд социального содействия выделил гранты на школьные проекты в Бийске. Школы номер 3 и 25 выиграли конкурс и открыли радио- и медиа-центры. А в 2022 гранты на развитие школьных медиа получили наши гости из Троицкого района. В школе решили мы организовать свою медиагруппу. Поучаствовали в конкурсе Александра Прокопьева. По предоставлению грантов победили. И вот на сегодняшний день у нас медиагруппа существует. Не хватало компьютера, который был мощный и занимался, на котором можно было бы монтировать микрофоны. То есть все это за счет средств гранта мы приобрели. Но на этом работа фонда Прокопьева с победителями конкурса не прекращается. В планах провести масштабный медиафестиваль, который бы укрепил связи между студиями всего края. Ирина Рыбина, председатель Совета регионального отделения движения первых, подчеркнула, что развитие молодежных направлений позволяет профориентировать подрастающее поколение. Ну а мы надеемся, что за кулисой регионального медиахолдинга стала интересным проводником в мир профессий СМИ. И с нетерпением ждем репортажи экскурсии от самих ребят. Посмотреть которые можно будет на официальном сайте фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова